Заповедь древняя, есть слово, которое на проходит, а истинный свет уже светит. Древняя заповедь. И сразу упирается в слово. А какое слово? Которое слышали. А если не слышали? Я от обратного счет веду. Не слышали, да ведь и заповеди-то никакой нету. А древняя заповедь какая была? То, что она была у Бога, она не изменилась. Самое первое древнее в раю. Почтение к Богу. Слушать себя Бога. Первая заповедь. Вторая ближнего, как самого себя. Обе заповеди Адам нарушил. Поверил дьяволу, змею, а не Богу. Неверующий Богу представляет его лживым. То, что Бог обманул. А что должен был Адам сделать? Хорошо учить Еву. Держать ее под рукой. Ты вторичный. И на этом все. Доказательств того, что Ева должна слушаться мужа, никаких нет. Кроме того, что Павел говорит. Не Адам прелюстился, а Ева. Все до одной женщины. Начиная от Евы, до смертного счастья. До последнего по воротам земли. Должны слушаться мужей. А если она не слушается по-своему, все решает, что делать. Она отступила от древней заповеди. Она под водительство дьявола попадает. Сегодняшнее какое было апостольское чтение? Первое Коринфянам. Люди увлеклись внешним, говорением языков. А Павел разбивает всех людей на две части. Первое. Заходит человек, и его слово не обличает. Он не понимает, что говорят. И у него одна мысль. Собрали сумасшедшее. Беснуетесь вы. Как Павел мог такие слова сказать? Я понимаю, как запереглядывались в Каринфе, рук на друга, в портовый город. Вот. Ученые люди. Мы беснуемся. Самое настоящее беснование, когда люди не понимают Слово Божие. Там, где закрывается доступ до Слова Божия, это подталкивает к беснованию. А другое. Другое, когда понимают, когда есть пророчество. Пророчество проповедь, говорит Сафилак. Человек заходит, он обличаемый всеми словами, которые говорятся. Упадет низ и скажет, с вами Бог. А у нас так, если слово обличает, вообще в церковь ходить тогда не будет. Да мы же не бессновимся, они же бесов отошли. Если тебя слово живое задело, поди низ. Другого пути нет. И скажет, с вами Бог. А те, которые с вами, вот эти вы, вами, это значит, все уже пали перед этим. И то делается такой же. Два варианта. Или ты к этим прислоняешься, которые уже пали. Или тем, которых Сатана прокинул. Расшифруй-ка все, что мы слышали сегодня. Почему и говорится, если следует Слово Божие. Читает нам сегодня Евангельское чтение. Не послал Бог Сына Своего судить мир, на чтобы мир спасен был через него. Значит, не судить пришел. Да это намерение Божие было, не судить-то. Он пришел как раз судить. Он оставил Слово. Я не сужу, но Слово Мое будет судить вас в последний день. Христос и Дух Святой это одно и то же. В одной троице. Три лица, но это один Бог. Он говорит, Дух Святой придет и обличит о правде и о суде. О суде. Так выходит, где сюда пришел Христос? Да. Суд миру сему. Дальше он и говорит, что не уверовали во Христа, что не приняли Слово Божие. Сколько в этом скрыто, что заповедь древний есть Слово. Одна заповедь Слова какая? Да вот она в Библии лежит. Это самое древнее. Я говорил, что какое дело ты делаешь, всегда узнавай, задавай вопросы. Что ищешь? Небесное. И четыре вопроса. И последнее. Что твоя совесть говорит? Да совесть мало ли что говорит. Как будто бы да, четвертое условие не столь важное, что Библия говорит, там все разобрали. А когда начинаешь разбирать, то ничего не значащая совесть выходит на первое место. И Ангелий Таут говорит, совесть первичная, а не Евангелие. Когда люди заглушили совесть, сожгли ее, тогда Бог дал вписанный закон. А первые люди, а не было писания, они совестью слышали, что Бог говорит. Совесть. Терквичный Евангелие оказывается. Итак, то слово, которое Бог дает, оно действует через совесть. Совестливый человек намек только дай ему. На умного выговор действует больше, чем на глупого стола дара в палке. Так говорит мудрец. Считаем исход 33-4. Народ услышал грозное слово сие. И никто не возложил на себя украшений своих. Вот когда люди понимают, что такое слово Божие, тут не до украшений. Смерть распростерла крылья над всем Израилем. И люди это поняли. А если не поняли, проходитец. Никого и нет. Смерть царствует. Вот она, древняя заповедь. Почему? А потому что тьма проходит, а истинный свет светит. Где не понимает слово Божие, там тьма, мрак. А где Библия, свет в правильном понимании, там жизнь. И все время ты должен рассуждать. Понятно, что первичнее, что служба, вот или литургия, или проповедь. Первичнее проповедь. Какая литургия, когда верующих нет? Сначала надо людей обратиться, тогда литургия. Откуда батюшка взялся? Уверовал. А у нас получается так. Проповедь все дальше, дальше отодвигается. Наконец батюшка заканчивает проповедь. Это служба. Ну мне в конце, могу говорить, а могу и не говорить. Никто не опнет. Да и батюшке вроде дела нет. Я задумался об этом. Что за пренебрежение проповеди? А потом, я же и раньше сам говорил. Когда священники проповедуют, то у них, у всех результат такой. Я проповедую, а люди говорят, до старого батюшка закончил. Что уж мучиться-то? Мы все равно ничего не понимаем. Они понимают проповедь, это вкрапление в службу. И они в проповедь относятся, как в службе, в которой священник выйдет, читает. Да батюшка правильно сделал, что меня на периперии вытолкнул, то после службы отдается. Моя проповедь отдельно, совершенно как будто от службы начинается. Я сегодня встал утром думать, и однократно возвращаюсь в молитве. Господи, что это означает? Что меня в конце уже совсем проповеди батюшка вытолкнуло? Это Дух Божий делает так через него, чтобы вы мою проповедь не связывали со службой. Службы отстояли и пошли. Весь мир стоит на службе. А проповеди нет. Службу советская власть не запрещала делать. Я думаю, антишник не запретит. А проповедь, от которой обращаются люди. И священники говорят, я проповедовал, никакого толку нет. Но вот после службы стал собирать людей. Говорю, говорю, хуже. Сразу началось пробуждение. Не богослужебное собрание. А если тебе запретят? Я такой вариант проигрывал с первого дня. Благословя наш епископ, бывший, да и сегодняшний он, который в рукоположил меня, а до этого я столовую проповедовал. А сейчас батюшка скажет, я тебе не даю. Он имеет это право. Я его обличаю. Ему не нравится. Все за церковной оградой. Там его власти нет, а там дорога. Там буду проповедовать. А было такое? Да, было. Я вышел из Кремля, и рядом храм. Прям совсем рядом, там есть храм такой. Люди выходят, я прямо на площади, при советской власти еще начал проповедовать. И вся церковь собралась рядом. Кто главный враг? Священники, запретите и говорите. А я не против ничего не говорю. Говорю о Христе. Нельзя было сказать против-то ничего. И так древнее заповедь есть слово, которое мы слышали. Если мы это слышали, поняли, и когда ты идешь в храм, написано, приготовь сердце к слышанию слова твоего. И придешь в службу, не говори, какая служба была. Все это должно быть. Вы молитесь за священника, чтобы вдохновенно служил, а не просто тарабарщина у нас была, как в любом храме. Отстояли, ушли, никого не касается. Потому что это привычная, рутинная работа для него делается. Чтобы он горел на этом. И придя домой, не службу рассказывай, а что ты слышал проповедию, говорит Златоуст. А вот служба, как раз она это и объемляет. Храм нас объединяет. Богослужение это высшее, что идет уже за проповедию, когда непосредственно люди в Евхаристии присоединяются ко Христу. Но предварительно она должна пройти огромная работа. Вы к этому настраиваете себя. Я иду сегодня, что мне скажут? Что идет служба, вы все знаете уже наизусть. Потому что она одна и та же идет. Одна и та же идет полторы тысячи с лишним лет. Но, когда ты понимаешь о чем, тогда каждый день это богослужение, литургия, новым светом будет идти. Уже во дне не будешь стоять здесь. Вы знаете, призываются люди единомысленно исповедны, что веру во единого Бога Отца. Указание прямое, чтобы вся церковь пела, не считала, а рела. Больше половины стоят у нас молчат. Под разными причинами. Все дети, приучите, идите в храм, поднимите в голову. Он помер уже. Чтобы веру считали со стратом. Бог дал мне веру во единого Бога Отца, Сидержителя. Какой символ веры выковали святые отцы? И ты ежедневно должен повторять этот символ веры. Гореть. Это та наковальня, о которой разбились все ереси. Любой еретик, он что-то не признает, единую святую соборную апостольскую церковь. Сразу отмитает всех баптистов-пересятников. У них не единое, а любой, лишь бы собрался и все. Мы что здесь исповедуем? Стоять молчать, лишь бы обстоять. Взрогните и скажите, последнее богослужение, завтра Бог не допустит. Да, я понимаю, моя жизнь кончилась. Но и твоя может сегодня кончиться. Меня смерть подстегивает, а тебя события, которые каждый день нам свидетельствуют, люди погибают. Иеремия 28, 18. Кто стоял в совете и видел и слышал Слово Его? Как можно Слово видеть? Может переводчики перевели неправильно? Я любопытствовал, узнающий хорошо древний язык и нет, говорит, все правильно. Кто видел это Слово? Иеремия говорит за семь столетий до пришествия Христа. Кто видел? А я могу сказать, я видел. Я могу назвать датри час, когда я это увидел и услышал. А ты о себе скажи. И кто стоял в совете Господнем? И кто внимал Слово Его и услышал? Вопрос, кто? Господь говорит, кого послать? Молчание. Исайя выскочил, меня пошли. Так, ты скажи, я слышал. Ты можешь сегодня искренне сказать, слышал? Ребенок твой слышал? Видел Слово? Если он не слышал, вы готовите паслю под котлом из детей своих. Чтобы, идя в храм, ребенок трепетал. У нас здесь встреча с Господом. Настраивайтесь, унидя это. Кого нет? Человек почти потерянный. Еще какая-то милость Божия может поднять, считая усиленные молитвы. Из Икииля 33,7. Ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Я повелеваю тебе, чтобы вразумлять, говорит проповедь, я должен все время слышать голос Божий. Я должен руки, пальцы моей души держать на пульте все время. А что скажет мне Господь? Не просто пойти и сказать. А что скажет? Какая главная беда сегодня? Как коснуться этой болезни? Народ больной весь. Где это лекарство? Матфея 13,20. Человек говорит, слышит слово и принимает. А их четыре категории. Одна четвертая только принимает. А остальное терния, камень, все затыхает. Матфея 15,12. Парисея, услышав слово сие, соблазнились. Все удивляется, что на наши слова соблазняются. А ведь где те, Парисея? Тела сгнили, а души-то где-то есть. Где они? А если они не покаялись? Определенно они не вошли в рай согласно слов Божьих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь в вещи, неверующий не увидит в жизни. Да это две тысячи лет. Да если еще они в огне мучаются, как богач. Господи, прости, страшно-то так. А слово Христово соблазняло. Слово Христово переведено больше, чем на две тысячи языков. Миллиард людей верит во Христа, а они соблазняют. Они рядом стояли, а на суде скажут, в наших улицах проповедовал, мы слышали. Они будут припоминать. Он скажет, никогда я не знал вас. Вы путались под ногами. Вы знаете, что такое человек? Человек это грязь. И Давид это видел. Выпираю их, как уличную грязь. Человек это под ветром солома. Разнеси их, как ветер, как солому разносит, как метину разлей. И ты скажи, я это грязь. Если я не попал на свет Слово Божие. Я это солома, его носимое временем. Если я не примирился с Богом. Если сердце мое не приняло Слово Его, и я не попал на свет Его. Матфея 19, 23. Услышав это, юноша отошел с печалью. Он не стал учеником Христа. И знаете, что ему Христос сказал? Он услышал Слово. А пока Слово не слышал, ходил за Христом, все приятно было. Слово Божие разделяет людей налево или направо. Слово Божие это меч. До разделения души и духа, составов и мозгов. Составов. Какие составы? В теле. Или рука будет делать правое дела или левое. Услышал Слово Божие, а защитился или принял. Лука 5, 1. Народ теснился около Христа, чтобы слышать Слово Божие. Вот для этого мы пришли сюда, объединились, чтобы слышать Слово Божие. Литургия эта вся составлена по Слову Божию. В каждое слово надо вникать. Что такое свят? Свят. Это 6 глава Исаии. Какое слово не скажите, я сейчас скажу. Откуда это взято? Мы туда и пришли, вокруг Слова Божия. Здесь реальность для верующих, о которой не приготовленный изыдитель. Лука 11, 28. Блаженны слышащие и исполняющие. Выходя, воздохни. Господи, я сегодня столько слышал. А не беснулись ли я? Как мне это выполнить? А слышу это Слово мысленно, я падаю нит. Говорили, что да, сегодня здесь в храме святого Антимоника Медийского меня Господь Духом Святым обречил, наставил. Да, здесь действительно Бог. Ты хоть раз сказал так или нет? Если ты это здесь не услышал, думаешь, где-то услышишь, нигде не услышишь. Нигде. У нас были такие, которые ушли, а они нигде. Третья книга, царь 13, 4. Царь Иераваам, услышав Слово Божие от пророка, простер руку против него и сказал, возьмите его. И тотчас подеревенела рука его. Не посягай на Слово Божие. Я много раз повторял, где бы ты ни был, с самым отъявленным еретиком, с самым негодным человеком беседуешь. И он начал цитировать Слово Божие, сразу замолкни, прерви свою речь на полсловия. Мне Господь говорит, а разве через него может быть? Да через него может, в первую очередь он и скажет. А слезо проглаговало и остановило безумие пророка. Да как пророки же были, никто не обречил так. Иоанн 14, 24. Не любящий меня не соблюдает Слова Мои. Ну, сегодня Христос где-то так можно любить. А вот если бы он с нами сегодня был, потеряется, приехал, и вместе с нами жил, какой бы разнос-то был. Любим мы его или нет? Выбрали бы время каждый день к нему приходить, урок его сидеть-то. А ведь так же бы некогда было. И нашли бы причины, да это не Христос, да похоже на вода евреи, чего нам евреи слушать. Я знаю, патриоты говорят, Божья Матерь это русская, Христос был русский, совершенно ничего не понимают. Русским не обещано пришествие Мессии, евреям. Мы дикая маслина, привились на здоровой маслине, на еврейской. Ты чего говоришь? И здесь говорит, не любящий меня не слушает Слова Мои. В обратном порядке. А если не слушает Слова, ты читаешь Библию, прямо скажи, Отец Небесный, Отче наш, Сущий на небесах, я не люблю Сына Твоего. Это все из этого Слова истекает. Так же. Но не любящий Христа не любит и Слова Его. А проверить очень легко. Как ты трепетно ли относишься к Библии, к Евангелию? Часто ли его открываешь? Часто ли о словах Христа размышляешь? Учитесь рассуждать в обратном порядке. Верующий Сына Божий имеет в жизни, а не верующий, ответ прямо не увидит. В одном стихе прямо и обратно. Иоанн 19, 8. Пилат, услышав Слова, больше убоялся. А чего он убоялся? Римский прокурат, имеющий высшее юридическое образование, он говорит, ему сказали, если отпустишь его, то ты не друг кесарю. Они не сказали, что ты не друг Христа. Мы должны бояться, что не будем друзьями Христа. А буду я другом губернатору, батюшке, епископу, это не на первом месте. Хотя написано, когда пути человеку уводны Господу, то Бог и врагов примеряет с ним. Деяние 15, 7. По долгам рассуждений Петр встал и говорит, одни первые Господь избрал меня, чтобы язычники услышали Слово Евангелия и уверовали. Повтори эти слова к себе, примени. Не просто Петр сказал, меня для того Бог обратил, я для того стал верующим, чтобы через меня люди услышали Слово Евангелия и уверовали. Вот сегодня у меня цель до вечера такая. И завтра такая. Свидетельства нет, почему? От избытка сердца говорят, просто говорить нечего. Лежу с неверующими, веселые, радостные разговаривали. Как с верующим голову воткнули в землю, стоят, ничего нет. Перемени, обстановку, наоборот, сделай. Ефесянам 1, 13. В нем, во Христе, и вы, услышав слова истины, благовествование вашего спасения, уверовали. А если не услышали, а значит не уверовали. А значит не посадите, если нам мимо прошло. Пророк Исаия 59, 9. Вот мы ждем света и вот тьма. И здесь прямо говорит, что тьма проходит, а истинный свет уже светит. Иоанн говорит. И я все места Библии взял, где вместе сконцентрировано в одном стихе свет и тьма. Как это выглядит? Что вот мы ждем света, будет переменом. Ну ты хочешь, чтобы у тебя дети были верующие, тебя почитали. Некоторых детей я не вижу уже, наверное, около месяца в храме. Вы потеряете их совсем. А ребенок не хочет идти в храм. Трагедия. Ты воспитала по образу и подобию своему. Плакать сегодня уже надо. Встань перед дочерью, просви руки к небу. Облабызай ее и скажи, дочь, я погубила тебя, что ты храм не любишь. Что ты Слова Божия не считаешь. Выход только один. Подянись и скажи с вами Бог, меня Господь сегодня коснулся. Этим нельзя играть. Даниил 3.7 Благословите свет и тьма Господа. Бог для того допустил потрясения всякие, чтобы привести людей к свету. Амос 5.2 Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Говорится о пришествии Христа. Когда хирургимы и серафимы будут прятаться под колесами Божьей славы, как говорит Ефрем Севин. Если вы где-то варите, желаете привести доказательства, не просто говорите, а скажите, говорит Иоанн. Иисус Христос сказал, хорошо бы еще назвать главу из сих. Я знаю великую силу Слова Божия. Все замолкает. Слово Божие приходит к преступникам. И человек совершенно другими глазами смотрит на этот мир. Выходит, я всю жизнь жил неправильно, неправильно. Человеку сказать, что ты жил неправильно, такого упрека ни один преступник не выдерживает. Вот погиб ярмонах Григорий. Он только сказал Кришнаиту, ты зря живешь. Он сразу ему голову отрел. А здесь прямо говорю им, без Бога жизни нет, совершенно зря ты родился. Если не родился свыше, от Бога, лучше бы ты совсем не родился. И человек никуда не уходит, он крутится вокруг меня и ты расскажи, а как это? Человек с большим образованием. Амоса 5.2. Матфея 6.23. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ты думаешь, что в тебе свет есть? По слову Божию поступай. В первую очередь, никогда не позволяй жене властвовать в доме. Это пирамида, перевернутая их вверх ногами. Это древняя заповедь. Оттуда из рая идет. Поставь все на ноги. Возьми власть в твои руки. Дети не слушают. Возьми власть в твои руки. Ребенок должен ходить по твоей рукой. Я слышу, как обвиняют. Вот отец какой-то бьет. Во гневе никогда не бейтесь. Сначала помолитесь. А потом, не жалей розги. И не обвиняй, когда слышишь, а он его наказал. Он делал право, которое дал ему Господь. Не жалей розги. Рассуди иначе, что это древняя заповедь. Древняя. И Слово Божие. Иоанн 1.5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанн 12.35. Пока есть свет с вами, ходите во свете. Пока есть Библия, пока храм открыт, пока есть у нас священник, пока совершается литургия, ходите во свете. Не пропускайте. Один раз пропустил, душа тревожится. Два-три раза, а ничего не было. А дальше уже лужи никакой нет. Спроси человека, который ни разу не пропускал благослужение, как он соскует. Даже по нужде он не смог быть. Ведь это разница. Один день не брал в руки Библию. Вот не хватает чего-то и все. А попробуй сесть за стол и помолишься. Да поперснешься пуском. А если не верующий, то ему и нужды нет. Если не заставь ребенка, он и не помолится, так будет есть. Ефесянам 5.8. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Поступайте, как сейчас. Иоанн 1.9. Был свет истины, который просвещает всякого человека грядущего в мир. 1 Иоанна 5.20. Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога и истину. Без слова Божия Бога нельзя познать. Это единственный путь познания. Внутреннее ощущение через слово, через веру. Всей есть свет истины. Жизнь вечная. Господь говорит нам, смиритесь под крепкую руку вашу, Иакова 2.16. И Он дарует нам свет. И Захария 10.1. Вот вы просите дождь ранний и поздний. А всегда нужно знать, должен дождь быть или нет. Если во свете, ты знаешь, что просить. Сегодня плохая погода. Мне кажется, верующий никогда так не скажет. Он скажет, Бог дал такую погоду. Благословен Господь. Почему? Ветер, буря, мрак, тьма, девицы, звери, рыбы. Все дославит Господа. Выходя из крама, и эту молитву скажет. Наполни меня светом и славословием Господу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok